Национальный антитеррористический комитет опроверг информацию об установлении личностей, причастных ко взрыву российского лайнера на Цинаем. Такие сведения накануне появились в ряде СМИ. Расследование уголовного дела продолжается, и на данный момент достоверно установлено, что это был теракт. Однако также рассказали, как идет борьба с боевиками из исламского государства, запрещенного во многих странах, включая Россию. Те активизировали вербовочную работу, в основном она идет через интернет. Нашим спецслужбам и правоохранительным органам известны все маршруты отправки, примкнувших к ИГИЛ. В Сирию и Ирак пресечен выезд более сотни человек. Аналогично в обратном направлении. За последнее время в сотрудничестве с западными странами удалось предотвратить заброску нескольких групп исламского государства, которые готовили теракты в России, в том числе на Северном Кавказе. Некоторое время назад в Россию и Сирию была направлена группа матерых боевиков в составе четырех человек. Задача совершить теракт в общественном здании одного из наших городов. При этом бандиты были снабжены необходимыми документами, и им был обеспечен легальный приезд в Россию через одну из стран СНГ. В течение нескольких дней они изучали объект, намечаемый террористической атаки, сняли дом, в котором оборудовали свою базу, приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Оперативный контроль за ними был установлен с самого начала, и в нужный момент все они были задержаны. Скоро предстанут перед судом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова